Ну что нужно сказать, спасибо вам большое за столь неожиданный и тёплый приём первого видео по первой части. Я просил тогда собрать 2000 лайков, чтобы я продолжил эту серию и начал делать вторую часть, и эти 2000 собрали буквально за пару часов. Значит, интерес есть и надо развивать тему. Так что спасибо и приятного просмотра. В прошлом видео я создал нового персонажа, Варлока. Очнулся на заброшенных территориях космодрома в Старой России, долетел до последнего города и познакомился со всеми ключевыми персонажами. Я завершил все сюжетные миссии на планете Земля и пробежал один из своих любимых страйков, Devil Slayer. Одолел Сепикс Прайма и получил задание отправляться на Луну. Луна долгое время оставалась зоной, куда люди почти не совались. Как раз на подлёте призрак рассказывает нам, что Луну оставили Улью в надежде, что ему будет достаточно её, и он никогда не начнёт наступление на Землю. Но сейчас нам нужно пойти по следу некого стража, что отправился сюда в поисках Храма Кроты. Единственная активность, которую я смогу найти, была зоной, как это было блокировано, или убрали. Продолжение следует... Надо сказать, что когда объявили, что Луну вернут во вторую часть, я боялся, что она потеряет свой мрачный и туманный облик. Но, к счастью, опасения были напрасны. Мне безумно нравится эта локация в первой части, и я уже рассказывал пару историй, которые вспоминаются мне каждый раз, когда я прилетаю сюда. Наверное, тем из вас, кто не играл в первую часть, забавно видеть эти места здесь, сейчас, ведь вы бывали на них, может быть, уже вчера или сегодня, во второй части. А, какая-то игра напоминает о себе, ревнует, да, знает, кому на самом деле принадлежит мое сердечко. Вы только посмотрите, зеленая пушка и та прокачивается. Странно, я думал, что прокачиваемые перки начинаются только с синего шмота. Мне кажется, это, кстати, крутая фишка с прокачкой оружия. Она заставляла как-то продуманнее подходить к формированию своего арсенала, нагляднее показывала профит от того или иного перка, такой полноценный RPG-элемент. Любишь эту винтовку, с каждым выстрелом она будет сильнее. Такая еще одна нить, связывающая игрока и снаряжение, которое он использует в игре. Сейчас подобным образом только катализаторы на некоторые экзоты делаются. И то это так, с натяжкой, жаль. И вот мы нашли тот самый храм Кроты. И того самого стража, по следу которого шли. Это тоже один из самых запоминающихся моментов для любого игрока из первой части. Продолжение следует... Ничего не осталось. Не даже свет. Где здесь ghost? Продолжение следует... 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 На следующей миссии на Луне мы должны помешать зловещему ритуалу Улья и вновь отправляемся в катакомбы. Но прежде чем спуститься, с нами на связь выходит таинственный женский голос. Вы интересны. Не совсем интересны, но вы предупреждаете. Кто это? Я не знаю. Я потеряю сигналы. Кардиан, я знаю, что вы будете делать. Это умеет. Но есть враги здесь вы не верите. От где? Я не знаю. Я не знаю. И если вы живете, найдите меня. Звучит сигнал. У меня есть координаты. Венус, Нортерн Hemisphere. Иштар, регион. Звучит. Что мы сейчас делаем? Мы вниз. Конечно же, этот голос принадлежит экзо-незнакомке, которая следит за нами с момента нашего пробуждения на космодроме. Враждебной она нам не кажется, так что мы продолжаем путь и сражаемся с ведьмами и ограми в храме Кроты. А затем выясняем, что ритуал Улья проводится с использованием Осколка Странника. Чтобы во всем разобраться, следует отправиться по координатам незнакомки. На Венеру. Но, как вы понимаете, визит на новую планету мы оставим уже для следующего видео. А пока отправляемся в последнюю миссию на Луне, Shrine of Forex. Из которой получился бы хороший страйк, надо сказать. Единственное воспоминание, которое у меня всплыло в голове за время ее прохождения, это то, как я фармил тут вот этого несчастного Огра для счета в карточках Гримуара. Это, ну, грубо говоря, для триумфов, ага. Так что, по сути, убив его в этот раз, я сделал это, наверное, в трехсотый раз или около того. Сама битва с боссом миссии была довольно простой. Сардак, глаз Орикса, стал первым предвестником появления самого короля в игре. Но тогда мы об этом и подозревать не могли. Что ж, сюжетные миссии на Луне закончились, однако мне сегодня стали доступны PvP-режимы. Так что давайте сыграем один матч, посмотрим, как оно играется сейчас. Режимов PvP полно, и вы можете запускать любой по своему желанию. Ротация меняется каждую неделю, и вот тут, например, есть Rift, мой любимый режим, который почему-то все еще не хотят возвращать во вторую часть. Что очень странно. И я бы показал вам его сейчас, но для этого режима хотелось бы подкачаться сначала, поскольку он супер динамичный. А сейчас попробуем в обычный Deathmatch 6 на 6. Clash. Команду искать будет долго. Итак, мы все же оказались на Венере в этом видео. Карта Floating Gardens расположена именно на ней. Что ж, окей. Пускай это будет тизер. Вообще, мне интересно, насколько у опытных игроков мне зацепит ежий совсем новичок в зеленом шмоте. Угу, броня Iron Banner, с этой осилиса, я понял. Играю с такими же новичками. Целиться почему-то значительно тяжелее, чем во второй части. Не хватает подвижности, поворотливости, что ли. Так, титаны никогда не меняются. Плечо бить. Пожалуй, надо сменить импульсную винтовку на что-нибудь другое. Во, должно быть лучше. О боже. Какой плавучий варлок у меня. Ага, ну допустим. Кажется, это был тот же Hunter, не? У меня есть ульта. Так. Что? Ну ясно. Кое-что для горнила вечно. Боже. Как же по нему легает. Боже. Как же по нему легает. Насчет подвижности, наверное, дело в том, что я слишком привык к моду тяга из второй части. Играя на геймпаде, он просто необходим для более резкого разворота на бегу. Тут такого, конечно же, нет. И все, что остается, это выкручивать сенсу на максимум. А у меня еще и прыжки не всех типов открытые, так что двигаюсь реально как в киселе. Так, нормально подработал ассистентом, как всегда. И я еще с такой-то игрой как-то держусь в команде на первом месте. Серьезно. Я ненавижу этого Титана. Почему он всегда выходит под меня. И мой килл последний. Мы победили. Неплохо для первого, для моего зеленого варлака матча. 20 убийств. Отлично. Можно будет потренироваться и потом еще специальные ролики по ПВП в первой части делать. Оно... Оно другое. Не знаю, заметно ли это зрителю, но все как-то и правда немного грубое, неповоротливое. Но при этом стрелять безумно приятно. Ощущение от оружия очень крутое. В общем, теперь точно все. Это было еще одно видео на моем новом персонаже в первой части, который становится все сильней и сильней. Я рад возвращаться в этот мир, вспоминать что-то, делиться этим с вами. Впереди нас ждет больше приключений, свидание с незнакомкой, высадка на Венеру и сражение с новыми врагами. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну и как всегда, если наберем 2000 лайков, начну работу над следующей частью серии. Спасибо за просмотр Стражи и до связи.